Здравствуйте! Лунатизм невменяемый путинской экономике. Он формы принимает дебильно, гротескно. Я вот сейчас поехал, в кое веки заказал посылку с Китая. Тормозные колодки для этого аппарата. И оказалось, что теперь китайские посылки, но оно и так не близко от дома. Раньше можно было их на почте получать. Теперь они уже уехали на другой конец города, на улицу Кирова 31. Это проспект Октябрьский. То есть, если раньше я мог за 20 минут сюда пешком прийти, зимой допустим, то сейчас на Кирова 31. То есть, бросай все дела, херачь на другой конец города. Ну, я хорошо на аппарате. Я зашел, удивился, народу никого нет, СДК. Думаю, что такое. Ну, сейчас поеду искать. Я там не был ни разу, где это Кирова 31. Причем оно там где-то сбоку, с торца, короче. Ну, а суть к чему? Что вот система плодит. Да, система, помните вот эту, как я с таможней воевал, ролик. Ходил там два раза. Они издевались всякие там. Еще когда вводили, 500 евро был, лимит. И потом у меня посылка была на 498 евро. Они пытались с нее взять налог какой-то там сумасшедший. Ну, практически стоимость тех же деталей. И вот сейчас та же херня получается в новом виде. Уже с мелкими всякими отправлениями. Да, то есть народу делать нехер. Бросайтесь, кидайтесь туда. И это они следят, значит. То есть плодит страна тех, кто следит. Следят за теми, кто следит. Чтобы следить за теми, кто следит за теми, кто следит. И так далее. Ну, чтобы все это за наш счет, из нашего кармана. Да, это вот такой, как говорится, экономический ответ. То есть вместо того, чтобы развивать, да, ну, по Мишустинской этой херне. Проходит вот эта вся цифрятина, короче. Ладно, две минуты болтаю, ехать надо. Там покажу, что дальше. Вот такой сюжет из ничего просто родился. Я его название придумал, да. Это самое, как ее вот назвал в начале, да. Лунатизм системы. Выходит за грани уже совсем разумного. Ну, вот, путем логических умопостроений нашел я этот офис. Сразу хочу отметить. Во-первых, сюда не ходят автобусы. То есть ближайшая остановка очень далеко. Во-вторых, во-вторых, ну, просто неудобно. В-третьих, его так сразу можно не увидеть. Если не знать, что тут была когда-то редакция газеты. И плюс тут были курсы аквалангистов. Я тоже на акваланге занятелся. Потому что еще неудобно поставить транспорт. Просто отвинтить, бляха, открутить. Вот он офис, блин. Сейчас пойдем. Причем, ну, все очень дружелюбно, да. Входа нет, аминь, короче, и так далее. Вот как они перенесли. Да вот они. Тормозные колодочки. Одно знакомое лицо обнаружилось. Что-то новые лица. Смешно так. Новые лица, короче. Все работает медленно. Что-то не нравится мне. Вот это вот, типа, место для стоянки. Не знаю, здесь через двор можно проехать на ту сторону. Наверное, вряд ли. Хотя, может, и можно. Сейчас я просто хочу убраться отсюда. Ну, и вот таким вот хорошо, как говорится, конспирированным образом, да, видите, прям мечта о конспирации. Березки, короче. Ну, не березки, это что-то другое. Вяз, по-моему. Вот будет, за тысячу километров снашиваться, будет задача, как говорится, подрастающему поколению потренироваться в замене колодок. Ну, и вот сейчас, чем руководствовалась вообще компания, да, выбирая место это, ну, как бы вообще непонятно, да, то есть место вообще неудобное во всех отношениях. Вот, видите, пытаюсь что-то снять, тут еще сверлят, орут, блин, тут мусорка приехала, там сверлят. В общем, не получается кино. Хотелось что-то про золотую осень. Вот на рыбалку меня подвел опять. А, тут еще загорожено, видите, вот, дом. Не проехать, вон там, я что-то не увидел. Вон она, лента. Поедем мы обратно, короче. Невозможно, вон грузовики какие-то. Ну, очень удобное место, короче, да. Охренительно. Вот, сейчас покажу идиота на пожарке, вот он поехал, который меня на перекрестке, на другом квартале, еще на Мира поджарке. Он лежал просто нагло на трамвайных путях бывших. Прям начал наезжать просто на спину, типа. Хотя ехал сзади меня, решил куда-то торопиться. Тем более у нас второстепенная дорога, куда ему торопиться. Ему просто некуда торопиться, короче. Но он решил. Ну, твою ж бога, душу, мать, аромат. Чуть, что-то не везет мне. Чуть на меня еще не выгрузило этой всей херней. Амбре. Мужская туалетная вода. Да запах утренний комсомольский. Короче, кошмар. Ладно, видимо, все-таки как-то тяжело снимать. Да, ну просто тяжело с нашими людьми. Поеду я аккуратно, весь во внимании. Неделю не катался, и понимаете. Ну, не неделю, дня четыре, но по городу. И тут, значит, такое начинается сразу. Заметил, значит, женщины, короче, ездят по дворам. Это только женщины могут так ездить. Вообще не держать за руль. Обеими руками в телефон что-то там набивают. То есть это, конечно, просто. Поэтому люто молодые. Поэтому будьте аккуратны, когда увидите женщин за рулем. То есть эти вообще... Нога на педали газа. Руки, значит, смартфоне. Все-все похер. Вот так катаются они по двору. В четырех метрах от выхода в подъезд. Ну, это прям какая-то драма. Не успел я теток сумасшедших помянуть. Как меня два раза опять красиво бортанули. Ну, жалко нет этого. Одна, значит, дура разворот устроила заездом на пешеходную дорожку. Причем не где-нибудь. А прям у школы номер 9, где ходят детки, короче. Прям на джипе, короче. А вторая во дворе. Заворачиваясь с перуака, вот сейчас вот. Это вообще в лоб там вот. Дом, короче, угол. Прям по двору, по проезду. Вжарила, ну, тридцатку, наверное. Причем там проезд загорожен стоячими машинами. И видит сучка, что я еду ей навстречу. И абсолютно по херу. То есть лупит. Ну, мне просто втиснуться. Я хорошо там место было. Успел нырнуть в карман. Как бы, потому что даже тормозить бесполезно. То есть, ну, что тормозить? Она в лоб идет тебе. С этого сворачивает на скорости. Тоже над... Наково на джипах. В общем, это что-то, блин. Что-то они или с похмела. В воскресенье вчера было. Такие ненормальные. Ну, 12 часов дня уже. Или вообще по жизни никакого уважения к окружающим. Уважающим и права купили. Подарили им. Ну, джипы такие вот. Который разворачивался. Так он вообще не влазил в две полосы. Она уже, видимо, сама потом поняла. Я на нее так побибикал. Посмотрел. Что она что-то не то делает. Ну, хули. Заехала полностью. Сдала назад. Развернулась. Хотя там главное 20 метров проедь. Двор можно во дворе крутануться. Спокойно. Нет, она на дорожку на пешеходную. Удивительно. Народ сходит с ума. Может, это прививки влияют так. Как вы думаете? Ну, и о приятном. Значит, губернатор этот назначен Путиным Дегтярев. Этот утырок-банщик. Пообещал, что в Колсомольске появится трамвай. Нескоро. Ну, типа работы ведутся. При этом он успел списать 560, по-моему. Ну, короче, 500 миллионов правительство Хабаровского края истратило на какие-то макли. И якобы продало недвижимость, значит, дача бывшая губернатора, Крайкома партии, которая оценилась около 600 миллионов рублей. 570 или 565, я не помню. Там цифры разнятся, потому что от года оценки зависит. Плюс это все было до инфляции. То есть сейчас уже там ценник в полтора-два раза, наверное, выше. Буквально провернули вот час летом это все. Продали за 50 миллионов вот эту недвигу, короче, которая стоит армянам. А армяне ее потом перепродали опять. Опять правительству края, понимаете? То есть они ее списали с баланса. А некоторое время спустя краевое правительство выкупило резиденцию. Ну, нужно, типа, загородную. Ну и подписал Дегтярев все это. Ну, а в Комсомольске появится трамвай. Наверное, появится еще один вот такой. В другом углу города, где-нибудь на дземках, я так понимаю. Но он сказал, что не скоро. Типа, ведутся работы. Вот представляете, какое нам... Это уже не комедия, не драма, это трагедия. Вот какое нам послали, да? Которое разваливает, разрушает тут все, короче. Методично, упорно, воруя. Сейчас я про трамвай доскажу. Так, 507 километров за сезон составил совокупный пробег. Ну, посадил батарейку. Неплохо так. Ну, проехал. Сейчас я, по сути, километров 8. Можно сказать, половину. Ну, а про трамвай. Вот товарищ Ишаев сел за меньшее. За 7 миллионов доказанных он сел. Которые, причем, якобы, вот Ишаев, вообще спорный вопрос. Он якобы украл сам у себя, да. Ну, по тем курсам, это когда был 1 к 50, по-моему. Даже 1 к 40. Ну, к 55, по-моему, доллар. То есть, вот. А этот крендель, видите, поллярда списал. С бюджета. Причем там Ишаев еще спорный вопрос. Да, он коммерческую недвигу, то есть, реальную подфирму коммерческие деньги. То есть, доказать еще. Ни краевые, ни народные. Так, выключить свет. Вот, ну, как бы, нонсенс, короче, нонсенс. Кстати, я ссылочку, наверное, прилеплю, потому что это вот журналисты наши, Хабаровские, вытащили на ютубе большой материал. Поэтому, захотите, посмотрите. Сделайте свое мнение, составите. Так что я оттуда взял информацию. Итак, вернемся от дорожного движения, собственно, к теме почты. Давайте сделаем в конце ролика выводы. А выводы у нас будут простые. Вот она пришла. Это вот тормозные колодки на данный аппарат. 160 рублей стоимостью, по-моему, 160 или 170, что-то такое. Ну, меньше 200, тут пружинка. Скоба, короче. Надо сейчас поменять, не будет передние тормоза. И суть какая? Вот, чтобы вот эту штучку, грубо говоря, за 200 рублей ценой получить. Если раньше я мимоходом, проходя там, мимо почты с работы, за хлебом, там, с гаража, неважно, с дачи, я зашел, получил, да, что сейчас я, ну, то есть практически там не теряю времени. Ну, грубо говоря, 15 минут. Даже если вот от дома 5 минут туда, 5 минут на почте, там, ну, 10. И 5 минут обратно. 20 минут, да. То сейчас, чтобы сделать простое действие, да, нужно ехать на другой конец города, то есть если вы на машине, то это машину зарядить. Наверное, так и задумывалось заправить бензином. Я сегодня, кстати, хотел пойти пешком, но поскольку еще нога болит, то вот поехал на аппарате. Не прогадал, потому что пешком мне пришлось фестивалить. Ну, я бы часа полтора бы минимум, наверное, потерял. Вот, то есть полтора часа, да, вместо 15 минут. Нормальное соотношение. И вся россиянская экономика, да, то есть это одна простая деталюшка, но без которой не поедет он. То есть он поедет, но не остановится. То есть эксплуатация невозможна, технического средства безопасно, да. А теперь представьте экономику, где вот куча таких деталюшек, винтиков, гаечки. Там каких-то гроверов, там неважно чего, проводочков, там предохранителей. И вот переводят на такую систему, да. То есть вместо почтового отделения, которое рядом, почтового отделения за три звезды. То есть пробки куда-то все едут, толкаются. При этом дороже становится эксплуатация. Либо просто люди плюют и начинают эксплуатировать небезопасные эти. Ну, то есть, грубо говоря, экономический развал, развал, бардак, да. Потому что почта я задумал, чтобы по месту жительства люди не тратили время. То есть все идет наоборот, в противоположную сторону, к деградации. Надеюсь, мысль я правильно изложил, да. То есть эта экономика, она просто не конкурентна, у нее будущего нет. И она не сможет ничем, чисто даже экономически. Сколько у меня несуслов не вдувай, да, все будет как свисток уходить в перегретом котле. Либо просто разнесет ее, встанет она колом.